Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 10 февраля, день Ефрема Сирина, День назван через преподобного отца Ефрема Сирина. Он родился от христианских родителей. В юных годах святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, Получил от Бога дар при мудрости. Речь его была подобна сладкореке, наполнявшая умилением души всех, Слушавших его поучения. И это неспроста. Когда он был еще ребенком, родители видели сон. Виноградная лоза взошла на языке мальчика. Она наполнила ветвями и гроздьями всю Поднебесную. В зрелом возрасте со святым Ефремом произошел другой удивительный случай. Когда он занимался пустынным жительством, То пережил великое умиление и сердечное сокрушение. То есть это называется пережил состояние просветления. И в это же время один из богоносных отцов видел во сне светлого, Сиявшего подобного ангела мужа. Он держал в руке исписанный свиток и спрашивал, Кто может принять и сохранить этот свиток? Голос свыше отвечал ему, Никто другой, кроме Ефрема, угодника моего. Перед этим мужем стоял Ефрем. Ефрем открыл свои уста, а муж вложил ему в рот свиток. Преподобный Ефрем съел этот свиток. После этого он начал говорить и писать на задательные речи, Приводившие в умиление каждого, слушавшего или читавшего их. Они возбуждали страх Господень и наставляли на путь покаяния. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Также называли и прибаутником в честь домового. Считалось, что он любит пошутить. При этом шутки бывают не всегда добрые. И тем не менее, народ сегодня отмечал день домового. Чтобы задобрить домового на весь год, его угощали теплой кашей, пирогами, сладкими булочками. После ужина продукты оставляли у печи в ожидании, что ночью домовой придет и отведает угощение. Существовало поверье, что в этот день нельзя убивать в доме никаких насекомых, чтобы домовой не обиделся. Этот день также называли кудесами, так как верили, что сегодня происходит много чудес. И опять-таки это связано с домовым. Сегодня запрещало скандалить, ругаться, сквернословить. Приметы. Если на Ефрема рыба хорошо клюет. Воздух над лесом густой, год будет дождливым. Воздух над лесом густой, год будет дождливым. Миндальные овешки. А взяли мы их с рынка. То есть они как бы грязноватые. С рынка взяли, грязноватые. Вот отлично. Значит, что мы с вами делаем? Мы должны вот эту шкурку снять. Но чтобы её снять, потому что она нам здесь не нужна. А почему? Ну, она содержит такие вещества, которые защищают орешек. И её защищать очень трудно. Поэтому для того, чтобы её защищать, мы можем, знаете, что сделать? Просто-напросто её замочить в кипятке примерно минут на пять. Замачиваем. И минут пять. Хорошо. А я давайте тогда буду натирать, я так понимаю, яблоки, чтобы сделать первый вариант завтрака по бэннеру. Возьму вот такую чашку. Натёрку крупную. Чашку можно использовать действительно крупную. А вы про шкурку говорили. Я вспомнила, кто-то мне подсказал. Имя забыла, но спасибо тебе, добрый человек. Вот так вот через годы вернулась. В лагере, где-нибудь на природе, ну, как-то вот без зубной щётки, если. Ешьте яблоко, но со шкуркой. И тщательно пережумывая, вы как-то чистите зубы. И очистите зубы, и более того, так как здесь содержатся фитонциды и прочие такие полезные вещества, у нас обезгараживается полностью. Так, смотрите, подержали пять минут орешки. Теперь мы это всё сливаем. Вот так вот сливаем, 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 сливаем. Осторожненько. Опа. Слили. И что получается? Они начинают чиститься очень хорошо. Смотрите-ка, что я делаю. Раз. Да. Видите? Она как из одежды вылезла. Вот это и надо. Вот она у нас получается. Поэтому мы с вами очищаем миндальные орешки. Легко и просто. А повара Беннера тоже так делали? Я думаю, что так же делали. А где же вы нашли эту книгу с печатью царской библиотеки? Трудно сказать. Попало как-то, да? Я был знаком с Черкасовым Владимиром Георгиевичем. Это писатель. Он в своё время воевал. Мой земляк. Жил там в шахтах. Потом переехал, естественно. Мы тысячи под Москвой жили. И вот он собрал большую библиотеку. Эту библиотеку собрал. И я ей любезно воспользовался. И вот когда все эти ксерокопии я смотрел, там были как раз вот эти вот печати из царской библиотеки. То есть книга была ксерокопирована. И вот меня сразу удивило. Вот кто читал. Не просто там. Так это у нас, получается, царские завтраки. Да, и кстати, у Бюрхер Беннера в санаториях лечились только очень знатные, особые и богатые. Швейцария, да. Понятно. На воды, в горы, к Беннеру. И питание. Кстати, и сейчас там очень много различных санаториев, которые лечат с помощью питания. С помощью питания и других естественных процедур. Я в таком санатории пожила бы. Мне вообще очень нравятся блюда, которые вы в целебной кулинарии готовите. Только иногда мне вот лень их делать себе. Ну как лень? Ну вот сейчас... Не, ну вот сейчас в разговоре. Как-то хорошо. А вот я вот... Так как мы используем блендер, это всё можно было измельчить очень быстро в блендере. Но тогда это превратилось бы как бы в напиток такой густой. А мне захотелось увидеть прям завтрак-завтрак. Ну вот завтрак-завтрак. Да, пилите, Шурочка, пилите. Ничего-ничего. Дело в том, что как раз, когда идёт процесс приготовления пищи, человек тратит энергию, аппетит возбуждается и... Блюдо, которое мы приготовим с любовью к себе, съедим с большим удовольствием и аппетитом. Вот видите, как я всё это быстренько получу. Вот. Так вообще надо без кожурки есть даже, когда вот дома ешь? Желательно без кожурки, потому что всё это лежит, где-то там хранится. На поверхности различные грибки, бактерии. И когда мы с вами всё это употребляем, естественно, могут быть такие расстройства, вплоть до отравлений. Поэтому желательно не скушать. Обдали кипятком, сняли вот эту вот кожуру и всё. Ну что, у нас первый завтрак готов или нет ещё? И мы сейчас будем измельчать. А, давайте. Чтоб у нас измельчённые были. Вот. Смотрите, вот у нас всё-таки орешков было больше. Для того, чтобы, как бы сказать, их протолкнуть, мы с вами можем, знаете, что сделать? Вот Танюша начала делать морковочку. Ну, морковку там мы с вами тоже можем перекрутить. И мотор отвинта. Класс! Усовершенствовали метод, ну, действительно. Царская печать царской печатью, а современные приборы домашней бытовой кухни никто не отменял. И смотри, что у нас получилось. Ты измельчила вручную, я это измельчил с помощью современной техники. У нас здесь уже фаршик, который содержит морковку. И... Тогда и чернослив измельчите. Конечно, и чернослив можно измельчить. Он замочен. Или его порезать лучше? Нет, если здесь нету... Косточек? Нет, нет, косточек нет. Лишний раз мы ещё проверим, нет ли здесь косточек. Давайте. И если их нет, у нас получится великолепная паста. А вам кажется, вот такого объёма одного яблока для рецептуры достаточно, да? Можно использовать от одного до трёх яблок, не более. И потом, смотрите, горсточку миндаля мы с вами использовали, одну морковочку, вот, немножечко лимончика, кто любит. Геннадий Петрович, это два рецепта. Первый очень... Только яблоко и мёд. А вот это всё великолепие. Чернослив, морковь, миндаль и сгущёнка. Это уже второй рецепт. Хорошо, да, так она и идёт у нас. Пошёл. КОНЕЦ